Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, который вы написали. Итак, вы общались с девушкой меньше месяца назад. В связи с тех она меня не блокирует, но при этом игнорирует. Хотя после самого расставания мы нормально общались в несколько дней. В чем может быть причина? Ну, для начала хочется конечно уточнить у вас из-за чего произошло расставание в принципе. То есть, я полагаю, что причина расставания могли бы очень здорово прояснить ситуацию. Да, могли бы очень здорово и классно объяснить нам, значит, что вот собственно между вами произошло. Да, что, собственно, с вами случилось. Вот. И чем продиктовано, продиктовано поведение девушки. Самый факт, расставание, он далеко не всегда приятный. Вот. Ну, а уж, что говорить про реакцию на это, которая может быть самый разный. То есть, вот, действительно реакция на ситуацию, да, может быть самая разная. Поэтому здесь узнаем суть. Дальше. В социальных сетях она меня не блокирует, но при этом игнорирует. Хотя после самого расставания мы нормально общались несколько дней. Если она вас не блокирует, значит у нее с вами связаны определенные желания. То есть, если она вас не блокирует, значит она, скорее всего, чего-то хочет от вас. Скорее всего. Скорее всего, ей от вас, вот, что-то нужно. Она рассчитывает, либо с вами, ну, как-то возобновить общение, когда ей это будет нужно, когда ей это будет интересно, когда ей это будет выгодно, вот. Либо она, ну, там, представит какие-то еще свои цели, вот. О которых мы, ну, не можем знать. Вот. Но очевидно, что отсутствие блокировки здесь следит вот о том, что девушка не хочет сжигать мостов. Окончательно. Вот. А игнорирует она вас по двум причинам. Первая причина, это манипуляция. То есть, девушка, вот, ну, пытается манипулировать ванну. Вот. И второй вариант, второй вариант, это вариант того, что вы не говорите ей, не говорите ей то, что она хочет и хочет и хочет. То есть, вы можете сказать и сказать, кстати, совершенно справедливо. Откуда я, собственно, ну, откуда я могу знать, что она хочет услышать? Ниоткуда, вы бравы, ниоткуда знать этого вы не можете и ее действия, вот, это как раз действия, ну, не очень подчиненной логике. К сожалению. Но, так или иначе, ситуация здесь заключается в том, что девушка больше думает о себе, нежели чем о вас. Вот. Я не могу сказать, что это прямо очень плохо, абсолютно не могу сказать, что это плохо, потому что это хорошо, что человек думает о себе, вот. Вот. Но вы, почему-то, несмотря на то, что вы расстались, вы, почему-то, продолжаете, хотите ее понять. То есть, здесь уместно, наверное, будет задать вам вопрос, такой, вот, что для вас означает ее блокировку, о, ее игнорирование, что она вас игнорирует. Что это значит для вас? То есть, ну, как вы это, вот, вот, воспринимаете, что она вас игнорирует? Как вы на это реагируете? Вот. Вот это, мне кажется, очень такой, важной историей, важным моментом, потому что это, ну, напрямую, ну, напрямую это влияет, влияет на вас, на ваше поведение. Вот. И, соответственно, настолько, настолько, настолько это влияет на вас, что вы даже, вот, обратились к нам за помощью. Следующий вопрос. Что вам даст понимание причин? То есть, допустим, вы, к примеру, допустим, допустим, вы угадаете, угадаете ее действия. Ну, то есть, угадаете, почему она ведет себя с вами так, вот. Ну, что произойдет потом? То есть, вы же не будете, допустим, все время угадывать, да? Вот. Так же, не совсем понятно, насколько, вами исследованы причины, по которым вы расстались с девушкой. Вот. Это мне кажется очень важным моментом и аспектом, потому что если вы хотите, например, с ней шатись обратно, опять, то решение причин, да, по которым вы расстались, решение проблем, оно обязательно. Без этого решения проблем, ну, ничего не получится просто. Снова будут трудности. Вот. нет, с вами. Так что, я думаю, примерно, примерно так можно вам ответить на вопрос, который вы задавали. Я понимаю ваши чувства, я понимаю, что вы, возможно, хотели бы вернуться назад, вот, и, может быть, это и вполне реально сделать, вернуться назад. Но только в том случае, это реально, если вы не будете, условно говоря, на девушку давить. Вот. Что, естественно, вы не будете, например, ей, там, грубо говоря, писать, если вы не будете, ну, о себе напоминать, условно. Вот. Такая, такая вот, условно. Такой вот аспект. Вот. Я думаю, что так можно вам ответить на вопрос. Вот. Ну, и, поразмышляйте сами, если хотите можете с психологом это сделать. Вот. Собственно, о том, какие моменты привели к тому, что вы расстались. Вот. Может быть, если вы как следует подумаете на эту тему, то у вас появится шанс написать девушке именно то, что она ждёт. И тем самым диалог обозгновит. Вот. Что-то у меня вот сложилось такое вот впечатление, да, у меня сложилось такое ощущение, что вам не очень как будто вот хочется думать, почему девушка так себя ведёт, и вам легче просто вот задать вопрос про то, что мы психологи, да, мы не занимаемся гаданием. Ну, и нам нужен материал для анализа, чтобы ответить вам на вопрос, который передаётся, чтобы понять причину. Но даже в этом случае, если причина будет ясна, вам лично это ничего не даст. Потому что свой вопрос вы направляются на девушку, она на себя, и пытаетесь понять её вы, она на себя. А, пытаетесь вы её понять, точнее, а не себя. Вот. А, как бы, свою ответственность, таким образом, и своё участие, свой, ну, можно сказать, свой вклад в то, что произошло. Ну, вы как будто бы опускаете. Вот. Ну, как будто бы это игнорируете. Вот. При том, что я вас ни в коем случае не хочу обвинять. Я не обвиняю вас. Вот. Мне просто представляется важным обратить ваше внимание на данный аспект. Вот. Такая вот история. Я надеюсь, что это было вам полезно. Если понравился вам мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация будет успешно разрешена. Видео. ette. Продолжение следует...